МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажется, у него в сутках не 24 часа, а в два раза больше. Научно-исследовательская работа, консультации, доклады, выступления и многое-многое другое. Родился он в Харькове в 1932 году. Затем семья перебралась в Новосибирск. Семья была замечательная. Правда, медициной никто не занимался. Мама Фрида Еремеевна – конструктор. Папа Виктор Миронович – инженер. Сестра Людмила? Она до сих пор живет в Новосибирске. Обратите внимание на взгляд маленького Юра. Этот внимательный, пытливый, вдумчивый взгляд сохранился у него и по сей день. Это удивительное счастье встретить своего истинного учителя. Юрию Викторовичу в этом очень повезло. Еще в юности судьба свела его с выдающимся хирургом и человеком Сергеем Сергеевичем Юдиным, который волею судеб оказался в начале 50-х в Сибири. Это, я думаю, самый великий хирург 20-го века Сергей Сергеевич Юдин. Его посадили 22 декабря 1948 года. Он сидел там три года. Он написал книжку там. Я видел ее. Она была написана, он привез с собой, на листках туалетной бумаги. И когда ее после его смерти выпустили, суперобложку сделали коричневого цвета с его самим текстом, таким, как он был на этой самой бумаге. Учеба в Новосибирском медицинском институте подарила ему замечательных учителей, среди которых Александр Григорьевич Геницинский, с которым Наточин продолжал работать после окончания института. Эту фотографию я сделал в 1957 году. Мы были в экспедиции на Белом море, на острове Ряшков. И здесь, вот, лабораторная как бы обстановка, на самом деле это другое. Вот эта бутылка, в которой налит был спирт, а в руках у Александра Григорьевича были ягоды морожки. Вот их спускали в этот спирт для того, чтобы через несколько дней воспользоваться морожковой водкой. Но мне влипло тогда, очень попало от него. Мы когда приехали, переносили чемоданы, там вещи. Я в аспирантуре был, у меня первый год аспирантуры. Там погода была хорошая. И я решил переплыть залив там на этом острове, он довольно большой. Вот он настолько рассердился на меня. Я переплыл и вернулся, все. Но вода там все-таки, это Белое море, она холодная. Я сообразил быстро, что надо плыть горизонтально. Потому что в теплый слой воды наверху, чуточку ноги ниже, и там уже действительно холодно. И Александр Григорьевич меня лишил тогда стопки за то, что я без разрешения в воду пошел. Продолжение следует...